С мальчиком тоже... Он меня посрелит, а в чём я буду? Да в чём он тебя посрел? Говно, блюдо! За столом не смотреть! Всё, мне п***! Меня сейчас заходит! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить наконец-таки зашкварные истории с работы. Мы их пытались все активненько вспомнить. Сейчас будем потихонечку воспроизводить то, что с нами случалось на нашей работе. Первую часть можно посмотреть у меня на канале. Итак, дамы. Кто хочет начать? Лес рук! Я могу начать с той истории, которую вы мне напомнили. Потому что я её не помнила, вы мне её напомнили, я вспомнила. Я работала раньше. Петюнь! В больнице медсестрой. И вот. И... Там нужно периодически мерить сахара детям. То есть там лежат, соответственно, дети с диабетом. Ну, не только, конечно, но в основном. И те, кто с диабетом, там им надо мерить сахара ночью. Бывает назначают врачей. Не всегда, но бывает. И вот назначили мерить сахара. Мальчику в палате. Вот. Там было несколько мальчиков в палате. А вот обычно, когда тихие дети, их, ну, слабо запоминаешь. Там у них нет назначения, они там тихие, не орут. Их не запоминаешь фамилию особо, как бы. И вот из назначения у него только были ночные сахара. И другой у него тоже был тихий сосед. У него из назначения только была суточная моча, которую он собирал. И нужно было просто утром его разбудить еще раз, чтобы он туда сходил, этот горшок на суточную мочу. Вот. Суточная моча, это когда целый день дети в горшок собирают мочу. Вот. Ну и, короче. Какие вещи свои образные? Ну и я такая прихожу ночью, называя мальчика фамилию, говорю, меряй сахар. А сахара меряется в 12, в 3, в 6 утра. Прихожу, он такой, раз подскакивает, такой мерит сахар, говорит, я записываю. Так же в 3 часа ночи, так же в 6 утра. В 6 утра я еще параллельно бужу его соседа, говорю, иди сдавай мочу. Он такой, так я вчера собирала. Я говорю, ну так ты вчера целый день собирал, еще нужна утренняя порция, типа последняя. Он такой, ну ладно тебе, пошел в туалет. Пошел, короче, я его соседу померила сахар. Что-то жду, жду, дуду, ну что там долго копается. Гожу в туалет, говорю, тут чего? Он говорит, так нет на горшке моей фамилии? Там просто несколько горшков кто собирает, там типа фамилию написано. Я говорю, как нет, ну вот твоя фамилия. Так это не моя фамилия, я, допустим, Иванов, а там написано Петров. То есть я целую, целую ночь мерила сахар не тому мальчику и не того, слава, на суточную надо было наоборот. Господи. Конец. Давай по бульвотам. Давай я вначале, потом ты. У меня не так жестко. У нас очень часто дети блюют после операции. Ну, отходняк у них такой своеобразный, они блюют. Ну, кстати, не только дети, и бабушки тоже бывают. Я заходил однажды, и такая картина интересная. Стоит мальчик. Очень интересно. Вот так вот. Вот так стоит. Вот так. Делай так. Делай так. Вот прям так громко и долго. Ребенок, он взрослый ребенок, то есть не два года. Ему не знаю, 12 было. И он не добежал как в туалет. Он просто встал с кровати. Он пытался? Нет, он по-моему просто встал с кровати. Я вот как раз в этот момент загонила. И он никогда не мешал. А, у него еще были, видимо, польятски на глазах. Ему это, может, мешало. Он просто так встал. Я такой поток блеводин, честно, никогда не видел. Нет, я по себе знаю, что могут быть разные потоки. Но всё вот прямо открылось какого-то. Ты потом убирала? Да, потому что он лежал один, он уже был взрослый. Я тоже такое делала. Вообще взрослый человек, допустим, у меня 16-летняя, лежу в сестринской, отдыхаю уже не очень. Спал? Да, слышу такой вот звук, плеск воды на пол. И сначала открывается палата, и такой плеск на пол. И я всё понимаю. Выглядываю, и девочка блюёт прямо на пол. И говорит, спасибо, пойду повеселюсь, повытираю. Я так нравилась, когда они добегают до туалета вообще. Там раковина есть в палате, ну хотя бы в раковину. Да, кстати, у нас тоже был туалет, прямо не надо никуда бежать. Они в палате. Там палата, да. Каждый туалет, раковина, душ, всё в одной палате. Ну да иди ты чуть-чуть, даже если у тебя один глаз там забинтовал. Да даже если два, можно дойти. Ну ладно. В этом плане, кстати, хорошо, когда не блюют на постель. Ну, в смысле, постель поменять, это много проще. Да, да. Ты не будешь мыть полы, потому что постель в грязную эту уносишь, и всё. Даёшь им чистые. И ещё не найдёшь тряпки эти вонючие. Да. В отделении для этих случаев почему-то очень часто не держат тряпки. Да, да. У нас тоже. Да, а я ещё и вёдра там всё подписываю. Ну ладно, не беру, как он будет. Короче, я первый раз, когда он так блевал. По-моему, он и был. Я... А, он... Или нет, это был другой случай. Там была облёванная постель... Нет, там было облёванное постельное бельё. И я такая недолго думаю. Такая... Хоп! И как бы стирочку в жёлтый этот бак. Приходит на утро сестра хозяин. Да, меня тоже однажды так... И как давай меня типа... Я говорю, это не я, это мамочка положила. Такая просто... Я ей сказала... Я тоже... Мне тоже такое было, что она пришла такая... Ай, говорит, а ты что не говоришь что ли родителям? Я такая... Что не говори? Она такая... Стирать надо. Она такая, что типа надо застирывать вот это всё, а потом кидать в стирку. А я не знала. И то, что там было положено, было положено мной... моей рукой. И я собрала, короче, что это блевало. Она не та девочка, типа, это мама так сделала. Я не видела всего этого. Сори. Я думаю, это к себе, правда. Я не смогла признать. А у тебя кто блевал? А, мальчик блевал. Нет, я только хотела сказать про то, что... Вот ты говоришь, типа, я никогда не думала, что это пределы блевотных этих был видов. А у меня, короче, это не в больнице, это вот братик в детстве блевал. Он был ещё тогда на... Появил ещё три младших ребёнка. Он, да, пил смеси, был на искусственном скармливании. И как-то там, то ли кишечные инфекции, то ли что. А у детей, короче, раннего возраста есть особенность, они блют, то есть... Фонтаном. Фонтаном. Я первый раз увидела, что... Ну, типа, блевали, вот как в фильме, знаете, бывает. В комедиях, типа, вот так вот. И вот просто он сидел в гостиной. Ну, только дала смесь. Мама, по-моему, тогда в больнице, что ли, была. Да, я сидела, типа, один на один. И она такая приходит, говорит, а мантур, говорит, что-то его рвёт. Или полоскает, что-то она такое сказала. Прихожу, а он там сидит среди игрушек и просто... Даааа! И вот это вот всё. Оно реально фонтаном. Ну, типа, это один раз, когда увидишь, на всю жизнь запоминается. Прям фонтаном, да? А в отделении у меня блевал мальчик. И, блин, вот это вот обожаю. Во взрослом отделении. У нас на выходные детей переводят в взрослые отделения. И, как бы, они все выходные находятся там. Я дежурила с таким строговатым врачом, с которым особо не пошутишь. Потом он лежал. И от таких детей вот меньше всего ожидаешь, потому что это консервативное лечение называется. Да. С ними ничего не делаешь. Анализы у них всё готовые при поступлении. Их просто аппаратное лечение днём, и мы с ними вечером ничего не делаем. Они просто тучи себе татусят вообще. Ну да. Их никакие манипуляции ночными сёстрами не делают. А этот вообще... Что родители, что попало? Да, я вообще не ожидала от него. Я других детей отличила, всё уложила. Ну как? Приходят ко мне, конечно, не раньше, не позже, в 11 часов. Он ко мне такой подходит. Говорит, сестра, говорит, меня тошнит. Сестра. Я говорю, что делал? Он говорит, ну ел. Чипчики. Мальчик в стиле был. Я говорю, что ел? Он говорит, да ничего такого. Прихожу в палату, спрашиваю у мамы. Он говорит, да он съел полкилограмма конфет, потом чокопаки ещё ел. Правильно, говорит, что за родители, которые приносят в больницу. Я начала вас смущаться. Они постоянно ковнулись. И он пришёл, его сначала не тошнило, у него сначала живот болел. Я такая думаю, вот блин. А если у нас живот болит или температура, это всё. Это из-за того, что стационар большой, сразу начинается вот это вот. Надо идти к врачу, в ординаторскую его будить. Он встаёт, начинает звонить детскому хирургу, начинает звонить педиатрам, чтобы все пришли посмотрели, потому что мы же офтальмологи, мы же не можем посмотреть по этих детей. И спросить, оборжался ли он шоколад или нет. Только глаза. Вот. В глазах не написано, ну извини. Потом я сама спросила у него, ну типа, ты реально вот это всё съел? Он говорит, да. Я потом поняла, что к чему, я говорю, врачу, чтобы никого не вызывал, я говорю, всё понятно, типа, он объелся из шоколада. Он сидит и вот, у нас длинный такой коридор. Кличное мышление. Да. Он сидит на скамейке в этом коридоре, как бы. Диагноз подставлен. Темно. Шоколадок. Все спят. Я сижу с ним такая, я говорю, ну, условно говоря, там, Ваня, да? Ваня, говорю, что будем делать? Он такой, не знаю, говорит. Что делать? У меня, говорит, живот болит. Я никак не мог описать. И вот сижу, значит, недалеко от ординаторской в коридоре с ним. Решаем, что делать, и он в какой-то момент то такой просто, да! И вот это все в коридор, у лечебного, у процедурного кабинета, то есть облевана дверь процедурного кабинета частично. В коридоре всё. Вот туда нашу дневную сестру. Вот ли она посмотрела. Мне сразу понятно, просто проносится в голове, и на этот звук выходит из ординаторской, из дежурки выходит врач, смотрит на меня, смотрит на мальчика. И это был первый раз, когда я видела, что этот врач вообще матерился. Ну, не при мальчике, я его уложила. И он такой, типа, маленький и вообще пиндюк, типа, обожжался. Когда взрослый доктор. Я потом сидела, и среди ночи, блин, полчаса всё это убирала. Просто. Можно я расскажу самую-то важную историю про блеводный выпуск? Да, это, нет, ну это же главное, я расскажу не про пациентов, я расскажу твою историю с дыней. Я прихожу на работу, на сутки, в воскресенье. Проблем никто не предрешал вообще, в некоторых сутках не предрешал. И там на столе, бывает, оставляют, типа, еду добрые люди, там, с субботы. Оставили, значит, дыню. А нет, даже вообще принесла со мной, по-моему, женщина, которая дежурила, приносит. А так, чук-чук-чук-чук, и порезана дынька. Я эту дыню, я ела её, наверное, не знаю, лет в шесть, и я так блеванула в дыне, что я больше не ела до 23 лет. Короче. Но время пришло. Прошло, типа, много времени. Это самый подходящий день. На сутках надо съесть от дыни. Какие могут быть проблемы? Ну, окей. Значит, пробую. Один кусочек съел, один кусочек думал. Ну, в принципе, вкус не прямо тошнотный. В принципе, переносится. Значит, всё, больше не так. Один кусочек такой небольшой. Просто, и мне буквально, не знаю, мне кажется, через 15 минут меня просто плохеет. Мне так хереет, я бы сказала. Я блядная в поту. А я вот это ненавижу чувство, когда блеванка подступает, но ты с ней борешься. Я такая просто... И проигрываешь в борьбу. Да. Да, я просто... Я такая... Господи, думаю, да за что? Пошла в туалет, значит. Стояла там, не знаю, кажется, час. Забила туалет. Там было ещё рядом всякие другие туалеты. Так что, ладно. Я ходила туда-сюда. Села на пол на этот кафе. И такая всё, думаю, сейчас поплачу. А у меня ни туда, ни сюда. Как бы... И подходит... Ладно, вы, наверное, все знаете это ощущение. И потом... Сегодня так сказали. Я разве... Меня так... Меня так... Блин, мама, ребята. Я думала, я умру. Я потом, значит... А, блин, это мне до этого поставили циркал, да. Циркал ещё больше, наверное, значит. Вообще... Его лучше не ставить. Он сдерживает то, что должно выйти. И от этого ещё хуже. И от этого ещё хуже. Я с такой силой. Очень хуже. Я просто нахожу. Это медсестра. А у нас тогда ни халява была, ни хрена. Она до хрена поступала на день. Очень тяжёлая была смена. А я просто... Я лежу вот так. Я говорю, Любовь Геннадьевна, если я вообще доживу, пожалуйста, оставьте мне капельницу. Как мне? Потом верить смерть. Чтобы было бы не так хуже. И я просто... Нет, три часа. Я ничего не делала. Я просто спала. Лежал. Доктор заглядывает. Ты как? Тебе там скорую вызвать. Не надо. Ржёт. А мне так. Скорую вызывать. Властной больнице. Властной больнице. И я после этого... Я поняла, что у меня нет фермента Деназы. Выдуманный. Выдуманный фермент. И я не просто не беру нашу дыню. Я больше её... Всё. Я отреклась на всю жизнь. И даже через 15 лет у меня не будет этого. Типа, о, время пришло. Нет. Способ очищения. Детокс. Да, уже вообще там просто... Детокс. Детокс. Я решила, чтобы из моего организма быстрее... Быстрее тусовка прошла. Шлаки и таксин от тусовки. Да. Пить больше воды. Я выпила в такси, пока ехала, наверное, литра полтора. Ну и пока я доехала... Обильное питьё, так сказать. Да, это обильное питьё. 50 миллилитров. Бултехал. И фузиотерапия. И случился конфуз. Водитель был не рад. От водителя откуда? Знаете, я не в машине блевала уже. А, да? Я вышла, у меня был пакетик в рюкзаке. Не знаю, откуда он взял. А мы как бы ехали в своей свадьбе. Не вы, а падали. Улыбек, спасибо. Да, пакетики Артёма и меня спасали в этой жизни. Ну там чуть-чуть. А потом... Я выпила полтора литра, а потом вышла... А потом... Два... Два глоточка вышла. Чтоб всосалась, конечно, там в вену. А чё потом? Потом я не блевала. Мне просто очень тяжело. Это худшие восемь часов на работе будем. Я тогда... Амбулу разбила... Жёлтую. Да, мне было плохо. Я просто... Я просто... Я просто беру этот дурацкий эссенциальный, который без доказательной базы. Ну так ему и надо. Да, он жёлтый. Я его из холодильника достаю. И чё-то я то ли отвлеклась, то ли задумала, что я ещё... Стою с ампулой, и ампула летит просто вниз и... Туда и не дорога. Ты долго материлась. Просто всё в жёлтый эссенциальный. Вот рядом ещё музыка из бара... Да, было тяжело, конечно. Не, жёлтый эссенциальный. Я тогда ещё попросила. Я тоже на работе разбила ампулу. Я чувствую, он летит. Вот так вот. А что вы знали, у нас процедурная медсестра дневная, она вот прям хуже всех, так сказать, придирается к чистоте, к этому. Может быть, она у вас подрабатывает наше? Я понимаю, что в процедурке... И вот первое, что упало, первая мысль была, она меня убьёт. Вот. А особенно, когда новые стены были. Это было до этого? Всё развитие. Да. Когда покрасили стены, и кто-то там капельку ставил. Я так долго отмывала. Этот цитофлавин, он ещё... Он не отмывается. Одно это и не отмывается. Он разводится просто по поверхности, всё жёлтое. На биоде раствора потратить, ну воды и раствора, чтобы всё это отмыть. Я так зелёнку влече, я в тебя отмывала. Если не знаете, как со столика стереть зелёнку, короче, туда проливайте зелёнку. Сначала паникуйте, материтесь. Потом верхний, короче, ну надо промокнуть просто, не размазывать, а промокнуть и убрать салфеткой. Это была моя ошибка. Я делала так. Да, вот так делать не надо. А потом, короче, я как делаю? Есть растворы, которые мы руки обрабатываем. Они не работают. Они спиртовые. Они не работают. Либо чистый спирт берёшь. Надо чистый спирт. Наливаешь, залить и прям оставляешь на несколько часов. Эта зелёнка как-то, не знаю, размачивается, какие-то там реакции происходят. А если сплю, я, знаешь, в эндокринологии. В этом. А не пойди, в около тебя на пляж. Хороводы вонят. Ох, хорошо. Ну и вот. А на работе всегда спишь, очень тревожно и поверхностно, значит, у тебя любой шум будет. Ну, я... Ну, кроме отдельности. Там с палеца играешь перед Новым годом. Потому что я буду с тобой. Когда ты её разбудить не могла. Там звонили экстренные. Там меня будили бабки. Я не спрошу заходя. Райку танковую разбудить. Я обожаю. Я когда дежурую... С кем-то, кто? Это реально было с тобой. Я даже когда с Олесей дежурюю, я... Я понимаю, ты уверена? Да. Может, просто ты об этом не знаешь? Нет, что, я же стою. Ну, не знаю, не знаю. Ну и, короче, сплю я с Есхренской. Время, не знаю, пять утра или четыре утра. Ну, вставать надо было где-то в половину шестого. Я такая сплю, сплю... Ну, а сплю на кушетке. Вот. Кушеточка, короче. Вот сестеринское помещение. Тут кушеточка. Я такая сплю, сплю, открываю глаза. Смотрю, около меня стоит девочка. Ужас просто. Ну, лет... Ну, там... Пациентка. В отделении. Что, она свет выключена? Да, темно. Темнота. Стоит девочка. И смотрит на меня. Ужас. Ну да, вот стоит, получается, лицом к кушетке и смотрит. Вот так вот. Ну, я такая... Допустим... Господи, какой... Допустим, мне фамилия Иванова. А я просто... Настолько я уставшая. Я настолько про Соня, что я никакого. Конечно, я бы, если бы я вот так вот увидела где-нибудь, я бы просто умерла бы от страха. Но... Потому что я хотела спать очень. Мне вообще было пофигу. Лучше бы она уже ушла. И я поспала эти хотя бы полчасика. Я говорю, так, Иванова, ты чего стоишь? И она начинает... Она начинает подтягиваться. И материться во весь голос. И я понимаю, что она, видимо, спит. Что она вообще... Ну и вот. И я такая, так, Иванова, иди в свою палату. Ты не в своей палате. Иди в свою палату. Она такая раз, раз. Такая чик-чик-чик. Пошла, пошла, пошла в свою палату. Слушаю, дверь, ну, хлопнула в палату. Все, зашла. Я такая, фух. И дальше спать. А я так лежала, и там было еще... А потом утром я такая просыпаюсь, осознаю это все. Такая... Господи, как это было, да? Как я это пережила вообще. Ну, где мозг включил какой-то режим сбережения. Бережение собственных нервов. И я тоже так встала. А я лежу в Сестринской. Ну, тоже уже ночь. И тоже что-то чувствую. Там какое-то топот, эти шуршания. И дверь вот так приоткрыта наполовину. И там раз тень пройдет. Два тень пройдет. Я такая... А я была еще не глубоко во сне. Поверху так офигела. Встала. И там ребенок ходит. И тоже вот с открытыми глазами. Ну, просто вообще невменько. Я говорю тоже иди в свою палату. И смотрю, палата это не ее. Она идет вообще в пустую, где у нас никто не лежит. Там первая палата была. И она идет и ложится вообще на другую постель. Я такая... Иду за ней. Вставай, тебя туда надо. Тащу ее. Она не хочет. Какая-то тоже говорит какие-то вещи просто отстраненные. Я такая... Да. У меня три истории про лунатиков есть. Но первая не сильная. Когда на коже. Хотя нет. Не все, конечно, для меня были стрессовые. Первая... На большой кроватке лежал... У нас, короче, две большие кровати вот так стоят. Одна была свободная. И на второй лежал мальчик. Он был... У нас в реанимации дети привязаны обычно. Но иногда они привязаны. Если они взрослые и спокойные. Зачем им привязывать? Ну, иногда на ночь мы бывают привязываем руку с катетером. По приколу. Ну, чтобы он вот так не сделал, ничего не вырвал. Вот. И, короче... Сейчас все скажут, что это ужасно. Мальчики писают в баночке. И этот мальчик сам знал, что вот баночка вот здесь стоит. Он спокойно всегда сам вставал. Аккуратненько баночку брал. Все свои дела делал. Ставил. И садился, ложился обратно. И все было нормально. Вот. У взрослых также. Этот пацан решил пописать в очередной раз. Садится такой на кровать. И вот у него здесь манжета. Ну, идет к монитору, к такому тяжелому. С этой стороны капельница. Он берет, значит, эту бутылку. Сидит-сидит. Встает. Ставит на противоположную постель. И начинает идти. И просто монитор, капельница. И я просто в этот момент голову поворачиваю, вижу, как все это летит. Я успела понимать, все нормально. Но я, конечно, тогда перепугалась. Это было, наверное, месяца четыре проработала тогда. Да. И вот недавно было две истории. Тоже пацан просто подскакивал и сам пугался от того, что он просыпался от того, что он стоит. И капельница у него там через кровать уже перетянута. Ты, кстати, и есть обоснования тому, что вы привязываете. Причем он отвязывался как-то. То есть он в своем вот этом неосознанном состоянии отвязывал себе руки, вставал и пугался. Я его потом вообще привязала на ночь, чтобы... Потому что, блин, я отворачиваюсь, он уже... Скотчем. Он уже стоит и капельница натянута, ну, блин, вырвет мне потом отвечать за это. Один раз... Вот с девочкой была самая жесткая, конечно. У меня тогда усомочить не случилось. У нас есть пост и есть бокс. Типа изолятора. И вот девочка лежала в боксе одна. Спокойненькая, хорошенькая девочка. Все контактная, непривязанная, потому что она взрослая. Ну, прям, все понимала, все хорошо, на все реагировала. И тут я ушла с поста на минутку за водой, попить воды. Мне так хотелось воды. Была гробовая тишина, потому что все уже спали. Вот прям гробовая тишина, не шороха. А вот когда кто-нибудь шевелится на кровати, это слышно. Ну, вот я сразу реагирую, даже если я там уже не какущая сижу, но я слышу, что там кто-то на втором каком-нибудь посту на дальней кроватке пошевелился. Всегда слышно. Но у этой девочки не было в этот момент ничего слышно. Я, в общем, стою в сестринской, и у нас сестринская окошечка есть в холл. И девочку, я слышу какой-то шорох, начинаю выходить из сестринской. И девочка просто, чтобы вы понимали, ну, реанимация, все дети голые. Она сняла с себя все. Там манжеты, пульсоксиметр, все сняла с себя. Ну ладно, правильно. Лишь с ней вот это вот. Капельницу. Зачем ее обременять? Капельницу. Капельница у нее была обычная, просто был катетер. Она вытащила капельницу, ну или вырвала, я не знаю. А кровь там уже только начинает идти. Да, то есть я выхожу с сестринской, и она несется с одного конца хола к другому. И вся... Острал просто. И просто несется, я ее, во-первых, кричу и бегу за ней, ловлю ее. Она вообще не понимает, что происходит. Я ее потом привязываю. А потому что она дважды, она потом еще на следующую дежурку я спросила. Не помню, лет восемь, тоже у других она вставала ночью. Я всем сказала, привязывайте ее. Ну это вот лунатики потому что. А, кстати, по-моему, у нее была все-таки рука привязана. Потому что я всегда им руку привязываю. Ну мне страшно. Не помогло. Да, не помогло. Я сейчас когда-то рассказывала, я вспомнила, как я на госпеде недавно бежала. Телецо охранника, в котором охранник чуть-чуть отвечает, что она и не была. А что ты бежала? Выбежали. В столовую поесть. Выбежали. Нет, мы в туалет с тобой бежали. Она вроде хотели попасть. Мы просто вот... Это вот как в фильмах. Вот так берут на встречу за поворотами. Просто миллиметры двадцать километров. Я бы просто... Лицо было на такой километре. Он все сломает. Вот так на меня. Короче, сижу на посту, чувствую, воняет сигаретами. Думаю, как вы меня задолбали. Вы хотя бы куда-нибудь на лестницу выходите, чтобы... Я вас не видела. А тут прям воняет, как будто бы вот в палате, вот здесь в коридоре. Курит. Я иду такая. Просто... Сижу, там какие-то возмущения. Что-то такое... Какой-то бунт идет. Просто захожу. Вот так вот захожу. Вот тут палата, палата. И слева кровать. Лежит дед. Просто курит вот так вот. Я захожу и говорю, вы что делаете? Он просто... Вот это вот просто. Сейчас приготовьтесь. Он берет эту сигаретку и тушит об обои. Об эти... Как? Об стену вот так вот тушит. Я такая... Это насчет нее потом санитарка орала? Насчет него. О, него. Да, да. У него просто на стене все вот это вот. Я зову доктора и говорю, сорян. А там доктор как у вас мужик был, он так разошлился вообще. Короче, есть... У нас отделение такое, оно тройное. Типа аллергология, токсикология, эндокринология. Вот токсикология, бывает, поступают дети с алкогольным отравлением. Да, бывают. Вот, подростки. Обычно подростки это. Ну и вот, поступил сразу ко мне мальчик с алкогольным отравлением. Как перепил, грубо говоря. Нет, вот я не понимаю, зачем их к вам кладут. К нам-то понятно, они совсем не меняемые. Типа последить за ними, посмотреть. Потому что детей всегда госпитализируют. Особенно, если вот интоксикация, если он чем-то отравился. Ну, в реанимации. Понюхал таблеточку, всё, отравление, сразу госпитализация. Ну и вот. Ну и, короче, положили его, он там лет 14 ему был, а я положила его в пустую палату. Окей. А медсестра мне говорит, а я умудрённая опытом, а я ещё не умудрённая опытом была тогда. Ты его раздень, ну, в смысле вещи, путь до трусов, в смысле вещи его забери и всё, пусть он в простыньке ходит по отделению. Я такая, да, да, сейчас историю пока склею, там туда-сюда, короче. Ну и пока туда-сюда я, такая врачка, врачка мне такая подходит, а где мальчик это, который вот с алкогольным отравлением? Я такая, ну там, в палате, наверное. Говорит, нету его. Говорит, ну в туалете, наверное. Говорит, да тоже что-то нету. Странно, ну сейчас посмотрим. Говорит, пошла такая по отделению, в другое отделение, туда-сюда. Ну короче, всё, мальчик след простыл. Убежал. А как он мимо тебя прошёл? А там, ну естественно, там коридор другой, да. Пипец просто. С мальчиком тоже в этой жизни. Боже, как это страшно! Вот электричество отключили. Боже, я недавно смотрела фильмы Мужица Дайкать, мне очень страшно. Я никогда в жизни вообще не вставила клизмы. И в принципе не присутствовала при этом. Мой максимум был микролакс-братику. Всё. Типа я вообще ни разу не присутствовала, не видела, не делала. И тут прихожу на смену. А чтоб вы знали, автолюминологическое отделение мы этого никогда не делали. По крайней мере я никогда не делала. И при мне никогда не делалось это. Прихожу, значит, именно. Дневная мистера уже радует. Я прихожу в детство, в детское отделение. Он такая, мне говорят, для тебя хорошие новости. Я говорю, ну давай, ну чё уж, выкладывай. Он такая, надо будет проклизмить ребёнка до чистой воды сегодня вечером, завтра утром. Типа у него колоноскопия будет. Он даун. Это конечно синдром? Угу. А? Синдром даун. Нет, недавно. У него было, да, отставание в нервно-психическом развитии, физическом. Да, большой мальчик. Точно о ком? Усокий, крупный, большой мальчик. Но у него и тугоухость, и вот отставание в нервно-психическом. Я понимаю, что время 10 часов и как бы уже пора. И так с капельницами. Да, и мне ещё сестра сказала, что типа, ну, санитарная всякая штука и всё такое. Что говорит, делай в палате, потому что там туалет рядом. Ну, внутри палаты. Но ничего, говорит, не запачка. У нас клизмены отдельно нету. Вот. У нас есть. И в туалете кушетки тоже нету. То есть условия только в палате. Я такая, захожу, я там просто всё переоборудовала, мне кажется. У нас матрасы такие, они, ну, моющаяся поверхность. Вот. Я всё убрала, все постельки. Расстелила там, постелила под него, чтобы всё это, если что стекало. Несколько вёдер принесла. Как-то готовилась просто к атаке. Суда принесла, надела на себя вот этот одноразовый костюм. Серьёзно? Мне так сказали сделать. А прикинь, он меня постелёт, а в чём я буду? Зачем он тебя был сразу? В глаза капать. Ну, знаешь, я по-другому представляла. И что? Что там началось? Потому что, ну, ребёнок ещё, может, и не контролирует там всякие эти, может, там, нарушение функции тазов органов, всё такое. Он же не стоит в тебя цели сзади. Я делала первый раз. Я отца предупредила, типа, сегодня вечером будем клизмиться. Он говорит, да, я знаю. Он говорит, на завтра типа это. Вот. Им ещё дали какое-то лекарство, чтобы внутрь, чтобы там всё, как сказать, прошло. Вот транзитом. Я такая, во все оружие прихожу. И он мне как раз уже пошутил. Он говорит, нифига себе, вы говорите, что-то там это... Подготовили. Да, подготовились. Вот такое. Он пошутил. Я говорю, ещё вы. Вот. И ещё в чумном костюме. Я продеваю тебе. Я продеваю тебе. Я продеваю тебе. Я продеваю тебе. На рыбалку. Это же бахила. На локоз. Ты бахила. Боже, как бы сделала я просто. Просто, сделала бы эту штучку. Но у меня был один хир костюм, и я думала, что его... Представляете, я каждый раз их так сооружала. И что было, говорит? И мне еще в месяц раз сказала, говорит, главное, не запачкай палату. Типа, завтра санитарка, типа, убьет. Начали коридмить, ну, типа, в палате, они в кровати, ну, в палате лежали вдвоем. Вот, на одну из кроватей положила, то есть там расстелила. Начала это заливать, залила, так сказать. Вот, там между чистой воды, то есть нам пришлось бы, ну, таких манипуляций делать несколько раз. Вот, и этот, начала заливать. Ну, ребенок начал кричать, и такое... Ну, не сильно, но, типа, давал знать, что ему очень неприятно. Приятно, а потом очень неприятно. И, да, ну, и как бы понять язык таких детей тоже сложновато. Я стою просто на стрессе вся. В этом чумном костюме еще с меня столько потом стекло, капец. Что там, короче, ребенок, который промычал, то ли что, и папа что-то пошутил, и просто меня уносит. Я, я, я просто, я так орала, и не могла... Да, унесло же не ребенка, а меня. Я просто начала так смеяться. Ну, это был прям... Нервный. Как раз, да, нервный смех, потому что я и так на стрессе. А тут папа пошутил, ребенок хочет, ну, извините меня, срать. Извините, нет. Я заливаю. Он держит... Он держит ему попу, да? Он держит полотенцем попу, потому что тот говорит, типа, все, типа, в туалет. Он делает, он вообще чувствует... Он пытается его... Он мальчик большой, папа хотя бы, хорошо, хоть сильно, он пытается его поднять, держа при этом у него попу. Я при этом стою такая с кружкой этой эсфорга, вообще не вкупая, что делать. Он ведет в туалет и так несколько раз. И за это время он столько раз пошутил. И просто к концу я просто выхожу из оттуда, приношу себя... Как со стендапа. Да, я ничего, нет, не испачкала все такое, но просто. Я выхожу, снимаю с себя все это и понимаю, что утром эта история повторяется. Ну, это не очень веселая история, но просто могу рассказать про то, как ловят гусей иногда. Ну, там, это бывает страшно, на самом деле... Я не знала, я не знала, я не знала, для киргизов. Это русские выражения, русские выражения, я не понимаю. Насколько у нас много виснат, о виснат. А это донт русский. Короче, у них когда это ходники, они, ну, бывает не очень веселые, бывает очень забавные, а бывает страшно. Например, тишина, и они начинают кричать, смеяться, тыкать в одно место и бояться этого места. Ты думаешь, блин, что он там видит, какого-нибудь провидения. Но вот смешно было, когда пацан, ему было года три, он был в маленькой кроватке, маленькие кроватки с бордюрами такими. И он меня заколебал, он просто вцепился в эти перилки и такой... У меня падает кровать, спасите, помогите, падает кровать, падает потолок, я умираю, помогите, я падаю. И так орал несколько часов. Часов? Ну, он периодически уставал, переставал, потом опять, у меня падает кроватка, спасите. Нет, на самом деле, мне кажется, ему тяжело было. Да, я понимаю, мне их жарко. Потому что я недавно сама словила во сне гульканы, это было ужасно. Просто сейчас это вспоминать нечло. Нет, а что? Она об этом разгадывает распятые мидии. Это реально страшно, как будто сходишь с ума. Ай, конечно, у тебя сон. Я бы, я бы, на самом деле... Я бы снялась, дура. Я бы не погнула. А я немножко, этот, как тут, охранник, как тут. Я же поняла. Вишек оглохли все, я не знаю. Извините, поняли. Пришел мужик. Господи! У меня была жизнь с ножом. Помнишь, у тебя была история? Когда какой-то псих лежал у нас, я просто уже и вам писала, и Ване. Я зашла к доктору и сказала, если, типа, он меня убьет, то, знаете, если вы найдете меня мертвы, то он меня убьет. Помните, который чувак мне подкладывал записки под дверь? Что он, типа, был... Такой молодой парень. Молодой парень. Он какой-то, не знаю. Странноват. Ну, да, странный. И он тоже все ходил, сначала клеился как-то, а потом под дверью я нашла записку с телефоном его, типа, там, позвони мне, там, ночью, типа, такого. Я, ну, я въела, потому что он... А, и он ходит, там, туда-сюда, вот так по коридору, и видно, что как бы высматривает. Ну, я потом, естественно, так... Нет, я скажу, доктор сказал, типа, какой-то, ну, типа, странный парень. Не знаю, имейте в виду, пожалуйста, он такой. Доктор-врач. Ну, в смысле, не доктор-врач, а доктор-врач. Доктор-врач. Мужья. А последнее, это было так, полузашкварненько, полустрашно. А последнее было в детстве, и там я не расист, я не националист, я вообще против рас, ничего не имею. Ничего не имею. Вот. Но, там, короче, пришли характерного вида посетителей к ребенку. Ну, вот я пишу так, я как бы никого не обижаю, ну, такие борщики, знаете, ну, вот, как в этих сериалах показывают, такие, горцы спустились с гор, ну, такие вот так, вот, такие бородатые. Ну, и такие, евросов, боже, ужас! Я захожу в полу, а я очень, я сыкло, в плане, типа, я иду в темноте где-нибудь, например, по улице, я оглядываю сюда, мне всегда страшно, что меня кто-то убьет, вот честно. У меня злая собака скинута, точно так, блин, шли вообще где-то около оврага, и у меня кину, лаяло, и я говорю, извини, у меня злая собака, так, и у меня кину на ручках, просто, ну, ладно. И тут я стою, и, значит, захожу, вот, да, захожу, каби, как она называется, копалата, и просто заходит посетитель к ребенку, ну, брат, что ли, там, или кто-то, дядя, понимаете, он просто заходит вот так, с ножом, вот так, с большой, не нож там перекинет, а ножа, да, как, я думаю, все, мне п***, а меня сейчас заходит, и я начинаю вот так по стеночке обходить, и говорю, типа, что вы тут, ну, какие фигни, типа, что вы здесь делаете с ножом, это какое-то просто истеричное, он такой, да, девушка, я, он понял, что, видимо, меня испугал, он говорит, да я ничего, ну, он реально так говорил с акцентом, да я ничего с вами нет, вы что вы пережили, а я еще понимаю, что я чуть совсем уже тупая в конце, когда уже вышла, ну, типа, безопасность, можно убежать, если что, я уже не намкнута в палате, я говорю, да я не испугалась, я просто, что-то нервничала. Я яблоко порезать зашел. Мы разводим антибиотики, потом, ну, когда как, иногда я зову в процедуру, и они по очереди заходят, я им ставлю, иногда я иду по палатам с этим лотком, вот, пошла по палатам ставить, захожу, такой молодой парень, типа, и остальные все такие, ну, зрелые такие уже мужчины, либо дедульки, зрелые, и он видно, такой, пышется, типа, медсестра зашла укол поставить, и такой, он говорит, вы, говорит, а, он говорит, типа, ну, я называю фамилию, говорю, ложитесь, уколчик вам поставлю в попу, а там цифотоксин, ну, болючий, как бы сразу, и все об этом знают, и он уже не первый раз получает, ну, на Новокаине, мы на Новокаине, да, кстати, по сравнению с детьми на физрослое, и вот, и он такой, говорит, а вы не против, говорит, если я посмеюсь, я такая, в смысле, он говорит, а, а, я говорю, не против, конечно, ну, типа, я же не понимаю, я думаю, ну, смеется человек, и ладно, он такой, я говорю, ложитесь, там, это, типа, попу открывайте, все, ставлю, там, дыркачихляйте, да, типа, этот, ставлю укол, пока ввожу лекарство, я смотрю, что-то он дрыгается, прикиньте, как я вообще обосралась, я такая, я начинаю вводить, типа, человеку лекарство, а он лежит на животе и просто дрыгается, я такая, я просто не знаю, не сообразила, такая, первое, что у меня было, это просто, я такая, вытаскиваю иглу, такая, ну, видимо, читался шок в моих действиях, и мужики такие, это как хочет, они говорят такие, он, говорит, смеется, я такая, в смысле смеется, и это сквозь слезы просто, он лежит, дрыгается, и сквозь слезы такая, у него, типа, реакция такая, он говорит, да я, когда, типа, там, то ли ему страшно, то не знаю, он говорит, мне, когда ставят уколы, я начинаю смеяться сильно, типа, я не знаю, как это объяснить, я говорю, та женщина материлась одна, смеялась, да, и, типа, я говорю, мне ставить уколы, он такой, да, конечно, ставьте, начинаю, второй раз, ну, типа, опять тыкнул, поставлю, и она опять, ну, опять смеялась, прикиньте, и все это время, пока я водила это с фатксимом, он смеялся, дрыгался, вот прям, хохота, это даже не со звуком, а вот именно вот, он как-то в себя смеялся, да, а другая женщина, я такая, захожу тоже в палату, я говорю, ну, да, такая-то, такая-то, ложитесь, уколчик поставлю, она говорит, я вас сразу предупреждаю, когда мне ставят укол, я матерюсь, я такая, ну, тут я уже не растерялась, ты была уже через год, наверное, работы, да, я такая, просто говорю, ну, ничего, говорю, если хотите, я тоже буду, ну, она такая, посмеялась, я, реально, я пока ставлю в токсим, ну, я не буду, и вы знаете, вот этот мат, бывает, вот, есть просто такие стандартные маты, да, которые распространенные, а у нее были такие трехэтажные маты, такие, деревенскообразные, ты запомнила, хохот, ух, надо использовать, вот, я такая, ммм, все, надо быстрее попросятся, все, пока-пока, сейчас, вот, камера сдохла, как быстро, ребяточки, всем пока, у нас камера умерла, всем до свидетельки, подписочка, лайк до свидетельки,